Эстетика в разрезе. С Ольгой Засили. Добрый день. Я очень рада, что у нас есть возможность сегодня встретиться и обсудить. Мы давно не виделись, и мне кажется, есть очень интересные темы, которые нужно и стоит обсудить. И одна из этих тем – это профессиональные стандарты в пластической хирургии. Потому что пластической хирургии на сегодняшний момент уже нельзя назвать новой специальностью в России. Уже много подготовлено специалистов, и тем не менее нужно понимать, как эти специалисты будут двигаться в своем дальнейшем развитии и в своем образовании. И какую помощь они будут оказывать пациентам и по каким стандартам. Поэтому можешь рассказать о том, что происходит в этом направлении, какое развитие? Ну, конечно, могу с удовольствием, потому что я считаю, что это на самом деле очень серьезная история. То, что профессиональные стандарты наконец-то были приняты. И два слова, что были большие бои со смежными специальностями. Да, действительно. Основное препятствие было в лице нацрек-палаты господина Рошаля Леонида Михайловича. Да, потому что не пропускали наши профессиональные стандарты в силу того, что очень много было, скажем так, смежных каких-то нюансов. Ну, ты знаешь, что гинекологи – это мое все, но мне достались гинекологи. Между прочим, с гинекологами были очень большие бои. Они, в общем-то, всячески хотели нас отодвинуть. Под лозунгом «руки прочь от гениталий», да, даже вплоть до этого. Главные специалисты, не побоюсь этого слова, вот под такими лозунгами с нами общались. Ну, то есть это была такая долгая… Это Адамян, доктор Адамян? Да, это, да, доктор Адамян, да, это была долгая такая вот история, согласование. Но в итоге надо сказать, что все-таки профессиональные стандарты были приняты. И вообще без всяких преувеличений я могу сказать, что это огромная победа. Почему? Ну, понятно, почему. Потому что это, как сейчас принято говорить, это основной правоустанавливающий документ, от которого мы наконец-то можем отталкиваться. То есть это тот основной, я не знаю, краеугольный камень, на который мы все остальное можем нанизывать. А дальше у нас пойдут, там, понятно, что образовательные стандарты. И самое главное, наконец-то у нас будут внятные, отличные, на мой взгляд, клинические рекомендации. Причем по каждой проблеме. Но за себя могу сказать, что вот я вхожу в рабочую группу по разработке как раз клинорекомендаций. При массивных потерях веса, при липоаспирациях, при сочетании липоаспирации с пластикой контуров тела, липоаспирации с липофилингом. То есть вот мы сейчас этим занимаемся. И, опять же, без ложной скромности. Те люди, которые этим занимаются, проводят исследования. Не просто вот нолики пририсовывают к пяти клиническим случаям, или два нолика. Нет, то есть все делается по-человечески, как правильно, как положено. И мне кажется, на основании такой работы мы примем очень внятные клинические рекомендации. Я еще раз говорю, я не берусь судить по всем остальным позициям, но что касается этих позиций, мы, конечно, ориентируемся на опыт наших зарубежных коллег. Я как раз хотела об этом спросить. Ну, конечно, да. Потому что у них это все принято в каком-нибудь 16-м, 17-м, 18-м и далее по списку годах. То есть не ранее? Нет, не ранее. Ну, тоже же все знают. Они же тоже не такие все белые, пушистые, законопослушные, как кажутся на первый взгляд. То есть те же бразильцы, они так весело и задорно вводили так в мегалипоаспираты, в ягодицу. Ну, ты все знаешь, это же ничего нового. Потом произошли вот эти самые летальные исходы, после чего Риктор рассылает всем письмо, где настоятельно рекомендует прекратить введение больших объемов, особенно в ягодицу, использовать определенные конюли, не вводить субмускулярно. И это было практически последнее его информационное письмо. Это было полтора, да. Ну, вот как раз прямо почти перед ковидом, это был, по-моему, как раз, да, 19-й год, наверное, осень, где-то вот так вот приблизительно это письмо пришло. Ну, то есть это история, что называется, последних дней. Но просто у нас все тормозилось отсутствием профессиональных стандартов. Нельзя принять клинрейки без профессиональных стандартов. И вот, наконец-то, это сдвинулось. И я думаю, что, конечно, ну, это здорово регламентирует нашу деятельность. Я не то, чтобы прямо вот, я терпеть не могу этот суконный чиновничий язык, но тем не менее, мне кажется, все-таки все равно мы должны от чего-то отталкиваться, понимаете. А так получается, что вот каждый так это, у каждого свое видение, и вот тогда мы там вот до первой звезды, до первого осложнения, до первых каких-то неприятностей. Но это же неправильно. То есть профстандарт – это правило оказания помощи по пластической и реконструктивности? Нет, это не правило. Это, скажем, это то, что мы можем делать, скажем так. Вот мы можем делать условно, ну, допустим, пластику малых половых губ. Вот, наконец, этот профстандарт принят. Мы, как пластические хирурги, можем делать пластику малых половых губ. Не важно, что думают нам гинекологи, урологи, я не знаю, да кто угодно. Вот на настоящий момент мы имеем право выполнять такую операцию. А дальше следует, скажем, клиническая рекомендация. Каким образом? То есть что мы делаем? Вот, ну, я не знаю, по любой конкретной вот нозологии. Светлана, ну, в принципе, это абсолютно правильно. С одной стороны, сейчас растет количество судебных исков, и, безусловно, доктор должен быть защищен. Защищен законодательно, что доктор имеет право делать вот такие-то процедуры, манипуляции, оказывать лечение в таком объеме. Тем более сейчас мы говорим про эстетическое направление, не по жизненным показаниям. И, безусловно, здесь пациенты предъявляют утроенные требования. С другой стороны, я прекрасно понимаю смежные специальности. Пластическая хирургия появилась у нас сравнительно недавно. Это молодая специальность. Но мне кажется, что так как работают с тканями пластические хирурги, так с тканями и с эстетикой результата не работает никто. Поэтому, честно говоря, мне совершенно непонятно вот такое противостояние, потому что все-таки, если мы говорим, давай возьмем ту же гинекологию, там в гинекологии, мне кажется, такая масса операций и манипуляций, которые действительно спасают жизнь и от которых зависит твое физическое здоровье, что, мне кажется, вот эту эстетическую часть вполне можно отдать пластическим хирургам, потому что, ну, мне так кажется, потому что... Ну, пластический хирург знает, как аккуратно работать с тканями. Уж если пластический хирург делает глифоропластику, то, мне кажется, пластику половых губ сделать ненамного сложнее. Абсолютно правильный пассаж. Пластический хирург, он априори человек, который работает немножко в другом поле. И это вот классика жанра. То есть, действительно, наши пациенты, они отличаются от обычных пациентов. Более того, такой феномен. Вот мой муж, например, говорит «больные», а мы говорим «пациенты». То есть, вот даже такая вот ментальная установка разная. У них люди больные, у нас люди пациенты. То есть, здоровые, по сути своей здоровые. И поэтому, конечно, всё верно. Эстетика всегда будет стоять немножечко, ну, скажем, в стороне от лечения каких-то патологий. Ну, это же не секрет, но всё же понятно, что кажется, что это просто. Кажется, что это лёгкие деньги. Кажется, что это вот мы людей лечим, а вы деньги зарабатываете. Ну, это же известный посыл. На самом деле, всё же это не так. Я думаю, что профессиональное выгорание у людей, которые работают с пациентами пограничными в плане психического здоровья, я думаю, что оно ничуть не меньше возникает, чем у тех, кто там, я не знаю, экстренной хирургической помощью занимается. Вот. Но это нормальный спор. Он, в принципе, нормален по сути своей. Наверное, он должен был быть более конструктивным и менее подвержен вот таким слоганам, назовём это так. Вот. Но тем не менее. Но каждый защищает свою поляну. Да. Эстетика в разрезе. А зачем это пластическому хирургу делать такие операции? Это интересно? Это как бы востребовано? Ну, на самом деле, конечно, да. Это же, опять же, посыл какой? Это же эстетика. Ну, опять же, мы всегда забываем о том, что за эстетикой идёт реконструкция. Про реконструкцию она вообще какая-то сиротка такая, про неё всегда все забывают. Ну, понятно, потому что это большая, сложная, тяжёлая хирургия. За неё платят мало денег, осложнений много, пациенты тяжёлые. Результат не всегда супер. Точно. И чаще всего результат не супер. Ну, вот поэтому мы об этом забываем. Но ведь хирургу, ну, не знаю, мне кажется, хирургам интересно осваивать что-то новое. И если вдруг нашлась какая-то эстетическая область, которую можно оперировать, и при этом осложнения будут не вот такие страшно грозные, то это всегда тоненьше, куда все устремятся. Поэтому, конечно, интересно. Если у нас есть прекрасный человек по имени Брауде, по фамилии Брауде, да, и я, честно говоря, с огромным интересом выслушала его, например, там, в часовое даже больше интервью. Ну, заметьте, он же пропагандирует, что, в общем-то, любой человек может сделать, я не знаю, там, губы, что-то там, филеры ввести не только в губы, но и, например, в гениталии. Понимаете? И он это пропагандирует, ничтоже, сумняшись. А почему? Потому что, значит, это востребовано. Востребовано. Если это востребовано даже людьми, в общем-то, по сути, даже без профессии, то что же говорить о пластических хирургах? Ну, вот этот феномен я, честно говоря, вообще понять не могу. И могу объяснить, почему. Ведь никто из нас не ходит и не к стоматологу, вернее, не к стоматологу, а к тому, кто будет называть себя стоматологом, и который скажет, я тебе сейчас по интернету сделаю, приклею виниры. Почему-то никто не ходит. Мне непонятно вот эта категория пациента, который готовы идти к непонятному специалисту и тем более делать самому себе инъекции. Мне это непонятно. Я тогда бы сказала, хорошо, вот, дорогие пациентки, если вы готовы сами себе делать, может быть, вы тогда возьмете сейчас вертолет, а мы вам вот по телефону, вы будете в вертолете, а мы вам по телефону сейчас расскажем, на какие нужно кнопки нажать, взлететь, вы полетаете, а потом сядете. То есть это понятно, что это 100% из 100% это смерть, да, потому что управлять вертолетом люди учатся годами и специально сдают для этого на права. Почему такая, вот ты можешь мне объяснить, откуда такой примитивизм, все-таки я считаю, советская медицина, она была на достаточно высоком уровне, с хорошим кредитом доверия, с уважением к врачам. Откуда возникла вот эта категория пациентов, которые готовы сама себя уродовать с риском для здоровья тоже, но как бы, ну, то есть если ты в вертолете упадешь через 5 минут, да, когда ты там захочешь осуществить посадку, то здесь ты можешь погибнуть, ну, я не знаю, там, в течение какого-то времени. Но результат тоже может быть плачевный. Ну, у меня на этот счет есть такое свое философское измышление. Заключается оно в следующем. Помнишь фильм с Мироновым, один из последних, «Джонни, сделай монтаж». Так вот, вот этот посыл. Это новая формация людей с абсолютно клиповым, кадровым, монтажным мышлением. Вот она в Инстаграм. До. До. И вот она в Инстаграм после. И если там написано, что девочки, это было так легко и просто, и вот 5 минут, и все хорошо, вот где дьявол-то. Дьявол в деталях. И создается впечатление, что это легко. Ведь клянусь, что вот у меня тоже есть студенты, курсанты, ординаторы, которые, ну, сейчас меньше, но был такой период, то они приходили и говорили, Светлана Вячеславовна, научите меня делать 3 операции. Правый глаз, левый глаз. Почти, почти. Какие-то там, да, веки, малые половые губы, ну, и там что-то на выбор, липосакцию или, может быть, там импланты поставить. Но, то есть, они даже не сомневались. Я, когда я спрашивала, ну, а вот вам как, неинтересно, на что они мне говорили, а зачем? Я же вот инвестировал деньги в свое обучение, мне вот сейчас надо вернуть эти деньги. Зачем мне рисковые операции, если я вот буду знать 3 операции, буду их делать хорошо? Здесь такая же история. Ведь правда говорит, что, ну, вот, можно медведя научить ездить на велосипеде, можно научить человека делать вот какие-то элементарные движения, которые, собственно, принесут вот такой-то результат. Когда мы учились в институтах, вот я это помню, да и ты наверняка помнишь, мне, например, Макулкин говорил, Света, зачем ты идешь в хирургии, туда идут одни дебилы, у тебя есть мозги, приходи в терапию. Вот. Ну, то есть, вот, это не то, что я себя рекламирую, нет, никоим образом. Это вот просто посыл был такой, что там думать надо. Нет, значит, правильно рекламировать нужно. У врача должно быть клиническое мышление. Вот. Так вот он, дьявол, в деталях. Можно научить делать 3 операции? Можно. Может этот человек прожить всю жизнь, делая 3 операции? Может. Но, к сожалению, вероятность того, что он попадет в ту ситуацию, когда хоть чуть-чуть надо немножко пошевелить мозгами, она крайне высока. Здесь такая же история. Вот они видят, что было до, было после, очень просто, никаких проблем не больно укололи, она пошла. И вот создаётся вот это вот стереотипное мышление. Никто же не будет писать о том, что я вот, у меня такие осложнения были, и вот я так вот боролся. Это никто писать не будет. Мне, например, тоже говорят, что зачем вы вывешиваете в Инстаграм настоящие рубцы? Зачем вы их не ретушируете? Поэтому у вас и пациентов будет меньше, потому что у вас рубцы страшные. А рубцы страшные, потому что вы косорукая. Ну как можно объяснить людям, что не может быть через месяц рубец идеально тонкий и белый? Может быть, конечно, у одного из миллионов. Может быть. Ну это один из миллионов, а у всех остальных он не будет, он будет крайне далёк от идеала. И когда начинаешь вот на эту тему что-то писать, ну кто-то говорит спасибо, что вы нам честно. А подавляющее большинство, включая тех, кто занимается там рекламой, говорят, что вот это не надо писать, этот текст. У пациента не должно создаваться впечатление, что это больно, долго, тяжело, со сложнениями, со страшным рубцом и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, и даже опять же ряд моих коллег мне говорят, ой, давайте вы сами будете оперировать вот этих похудевших пациентов. Почему? Ну потому что всё равно из них очень уж красиво всё не сделаешь. Ну зачем я буду делать не такой красивый результат? Вот и ответ. Вот и ответ. Хочется легко, просто, без осложнений. Сделайте монтаж, пожалуйста. Вот и делается монтаж. А фильтры вот эти все. Я вот тут недавно тоже себя через фильтр, думаю, боже, какая же красавица. Но на самом деле, ну это же глупая и смешная иллюзия. Зачем вот эта иллюзия? Кому интересно, есть у меня там, не знаю, морщины или нет, кроме меня самой. По большому счёту никому. Эстетика в разрезе. Светлана, давай вернёмся к профстандартам. Заговорили про красивое тело. Липосакция. Какие объёмы? Да, самый главный вопрос. И я так понимаю, самые большие осложнения возникают в том случае, когда непонятно, какое количество жира можно убирать. Какой объём? Там литр, два, пять. Я помню, мы проводили лет 15 назад с Рафаэлем Делаплазой мероприятие в Москве. И он вместе с Микелем Зоке работали тогда на ультразвуковом липосакторе. Это была новая тенденция в пластической хирургии. И они убрали 15 литров жира. То есть весь народ, который сидел в зале, они, так сказать, умерли уже от шока. Ужаса. От шока, да. А Микелий говорит, а я типа это делаю, я знаю что, как, и я поэтому это могу делать. Но, в принципе, я хочу сказать, что это такой достаточно опасный... Мы были участниками и организаторами, хотя я прекрасно знаю Микелий Зоке. Но такие вот для молодых, не окрепших умов, это достаточно, я скажу, жёсткий пример. Потому что это большие риски. Всё правильно. На самом деле же это как с машиной, как с самолётом, со всем остальным. Какая самая рискованная в плане осложнений операция в пластической хирургии? Липосакция. Липосакция. И это статистически достоверно. На гигантских группах исследований. Сочетание липосакции с обдоминопластикой риски увеличивает. Сочетание липосакции больших объёмов с липофилингом риски увеличивает. Над чем мы сейчас работаем? Как раз надо этим, какие критерии должны учитываться при оценке эффективности и безопасности. Если это липофилинг, это конюля 4 мм. Такие-то точки введения. Введение исключительно в подкожные слои, не интермускулярно. Это всё контролируется ультразвуковыми датчиками. То же самое забор. Мы должны учитывать поверхность тела. Конечно. Одно дело мы забрали с двух зон 2 литра. Ну, молодцы, отлично. Или же девочка вот такая. Мы забрали, я не знаю, там, те же 2 литра с 20 зон. Есть разница? Конечно, есть разница. Исходные данные должны учитываться? Да. Индекс массы тела? Да. Соматический статус? Конечно. А какой липоаспират? Если это липоаспират, просто жир, да, это одно. А если это идёт уже по трубке, как у всех у нас, кровавая каша, ну, может быть, лучше в этот момент тоже остановиться. Сколько времени идёт операция? Это же тоже вот, помнишь, я давно вот это вот говорила, что ну не надо больше 6 часов оперировать. Не я сказала, а Паскаль сказал, что если вы медленный хирург, ну и не надо вам оперировать этих пациентов после массивной потери веса. 6 часов должен быть дедлайн. Понятно, что всё бывает туда-сюда. Но это не значит, что нужно на 12 часов уходить, там, я не знаю, на 20 часов. Ну зачем? Зачем эти эксперименты? Зачем эти риски? Потому что я не против того, чтобы увеличивать объёмы липоаспирации. Но надо знать, кому, в каких случаях, да, и что делать, если что-то пошло не так. А у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому я вот просто хочу, вот мы хотим создать, вот, понимаете, такую действительно мультифакторную модель и электронную программу, вот как выбор. Нажимаешь там, столько-то, зелёный кружочек, нажимаешь там, что вот сделал вот это, жёлтый кружочек. И по итогу будет выдаваться резюме, что вы, товарищи, зашли в красную зону. Не надо так делать, уменьшайте риски. Надо же учитывать там и анестезиологические риски, и шкалу карпини этого пресловутого. Ну то есть там много-много факторов, которые должны учитываться. Человек с совершенной биологической системой, это не лобзиком строгать. Я всё понимаю, что, а давай мы ещё там грудь сделаем, живот, лицо, уши, нос, там, какие вы молодцы. Ну, наверное, молодцы, я же не говорю, что вы не молодцы. Но достаточно одной таблетки, достаточно одного раза, чтобы ваша карьера была загублена, и вы за собой потянете всё своё медицинское сообщество. Мы прекрасно знаем пример медланджа, к чему привело это? Мы помним, к чему это привело? Помним. Это привело к тому, что очень многие были закрыты, к тому, что началась вот эта истерия. Ты правильно говоришь, огромное количество судебных исков. Уже по любому поводу судебные иски, по любому чиху судебные иски. И мы в этом вязнем. И мы постоянно оправдываемся, потому что все мы отталкиваемся от этого закона о защите прав потребителя. Этот кривой закон, в котором мы всегда оправдываемся. То есть потребитель всегда прав, наша позиция всегда оправдательная. Ну и в принципе у нас нет защиты. Нет защиты самих докторов от этих потребителей-экстремистов. А таких становится всё больше и больше. Ну да, потому что липосакция же не выполняется по жизненным показаниям. Конечно, конечно. И начинается, что я там не удовлетворена, я так страдала, у меня моральные там издержки. Да, моральный ущерб это прямо сейчас. Это самое то, что вот основное. Это помимо того, что есть действительно чёткие совершенно хирургические осложнения, которые, к сожалению, могут быть. Вот мы с этого начали, что липоаспирация самая неприятная в плане осложнений, витальных осложнений операций в пластической хирургии. И поэтому я не вижу смысла в том, чтобы пытаться доказать, что вот я могу сделать вот там пять операций на одном органе. Ну здорово. Это всё... Ну выдержит ли это тело пять операций одномоментно? Да, и самое главное, для чего? Ну вот какой резон? То, что она не придёт в следующий раз? Ну и неизвестно, кому повезло. Это первый посыл. Не, но все экономят на наркозе. Что значит, опять же, экономим на наркозе? Ну то, что я слышу всегда, вот за один наркоз мы... Да вы понимаете, вот было, мы организовывали это заседание, куда позвали, наконец-то позвали анестезиологов. Я постоянно ратую за то, что давайте же мы уже позовём анестезиологов. И пусть они нам наконец расскажут, что наркоз, это не так страшный чёрт, как его молитвы. Что мы вот привязались к этому наркозу? Опять же, я проводила личные исследования. Наших коллег спрашиваю, кто знает, что такое фасттрек? Молчание было мне во многих случаях ответом. А это элементарная вещь, которую, ну просто, ну дебилы должны знать, понимаете? Как готовить человека к операции? Мне на это не отвечают наши коллеги. Это говорит о чём? Это говорит о том, что это серьёзный пробел в нашем образовании. Более того, вот, например, я не знаю, как оказывать супербыструю экстренную помощь, если что-то пошло не так. То есть я буду метаться в сторону своего анестезиолога. А разве это правильно? И это тоже неправильно. Ну вот они, вопросы безопасности. Мы же все знаем, например, в той же самой Германии каждый год они проходят этот цикл лекций по первой помощи, неважно в каких условиях, и они сдают экзамен. И пока не сдал экзамен, тебе лицензию не подтверждают. Эстетика в разрезе. В принципе, я хочу сказать, что я бы, может быть, даже какую-то ввела градацию в зависимости от опыта доктора. Потому что если у доктора недостаточное количество опыта, он не может забирать больше, чем там, работать больше, чем на двух зонах условно, и забирать больше, чем там, я не знаю, полтора литра жира. Потому что ты должен стать профи в том, что ты делаешь. Я бы еще туда же и квалификацию анестезиолога ввела. Безусловно, безусловно. Потому что я вот, например, без названия всяких людей знаю, что вот кто-то там может прокапать за один раз там 4-5 литров. Но это куда годится? Это уже вообще не соответствует никаким современным представлениям о инфузионной терапии, принятом. Даже принятым нашей отечественной ассоциацией докторов-анестезиологов. Если они об этом узнают, у них начнется там истерика. Не, ну в принципе, я абсолютно с тобой согласна, что человеческий организм – это такая совершенная система. И он, конечно, будет бороться, я думаю, что с любой потерей. И жидкости, и той же крови. Но, с другой стороны, чем вся эта борьба закончится? И зачем это нужно, когда человек пришел на эстетическую операцию, для того, чтобы просто стать более привлекательным? Перегрузка правых отделов, сама знаешь, к чему приведет, если мы там перельем. Это все классика, я не знаю. Это все мы проходим на каких-то там курсах общих хирургий. Ничего нового совершенно здесь нет. Просто, еще раз говорю, профессия превращается в ремесло. В ремесло. И просто вот красиво сшить сапоги, красиво поставить имплант. Это здорово, это правильно, ну такая профессия. Но если вы замахиваетесь на нашего Новильяма, на Шекспира, то есть вы пытаетесь уже действительно серьезные вещи делать, замахиваясь действительно на такие кровопотери и так далее, ну тогда, ребята, вы ознакомьтесь хотя бы с тем, что, а, может быть, как с этим бороться, как это предотвращать. Разве нет? И тогда, наконец-то, мы увидим то, чего мы все так искренне ждем, доказательную медицину. Абсолютно. Давайте померяем. Вот мы просто тупо меряем температуру там во время операции и смотрим, как она падает, и как она корректируется в зависимости от теплых растворов, там, подогревания, еще чего-то. Мы просто вот накрываем зоны, которые в настоящий момент не подвергаются липоаспирации, просто накрываем там бельем операционным. И мы видим, что температура поднимается, то есть мы избегаем охлаждения пациента. Это элементарная вещь, казалось бы, просто лежащая на поверхности. Но про это все забывают. А это имеет значение. И это тоже имеет значение. Эстетика в разрезе. Твое мнение о мероприятии и о необходимости таких мероприятий? Ну, ты знаешь, мое мнение, оно не меняется из года в год. Я, в общем, постоянно принимаю участие, когда ты меня приглашаешь. Вот. Это классное мероприятие. Это отличный формат. Он позволяет действительно поучаствовать и тем, кто занимается реконструкцией, и тем, кто только начинает первые шаги. Очень много по аугментации. И самое главное, самое ценное, самое важное – это живая хирургия. Это возможность задать вопрос. Это возможность действительно посмотреть, как это происходит вживую. Что это не фотомонтаж. Да, что это не фотомонтаж. Опять же, мне кажется, очень отличный формат. Это вот какие-то такие маленькие, совсем не надо длинные даже сообщения. Мне нравится вот этот формат, когда совсем коротенькое сообщение, как просто видение человека даже. Вот какой-то, пусть небольшой проблемой. С какими-то вот такими маленькими, как сейчас принято называть, лайфхаками, которые мы вот и можем как раз использовать. Потому что, все верно, должна быть ключевая лекция, там, какая-то парочка каких-то академических докладов, а все остальное – это мы же приходим, ну, по крайней мере, те, кто уже там не первые десятки лет оперирует, мы же приходим за нюансами. Наша хирургия, она вообще хирургия нюансов. Технически операции в пластической хирургии не самые сложные. Поэтому дьявол в деталях. Очень дьявол в деталях. И еще ты обратила внимание на очень интересную деталь о том, что это общение со своими коллегами. Я думаю, что вот в общении с коллегами ты получаешь гораздо больше такой тонкой информации, которую потом можешь переварить и применить в своей практике. Ну, мы же можем встретиться, мы можем договориться о чем-то, пойти там друг к другу в операционной. Да и просто даже жизнь, она вот этот ковид, вся эта пандемия показала, что жизнь, она такая раз-два и вторая смена. И надо ценить возможность общаться с теми, кто действительно тебе близок, дорог, кто тебя поддерживает все эти годы. Ведь вот у нас сложился целый там костяк. Мы долгие годы путешествовали, бродячие артисты по миру. Вот. И это ценно. Мы до сих пор с удовольствием общаемся. Светлана, но мы путешествовали очень хорошо. Мы путешествовали для того, чтобы посмотреть, подсмотреть или посмотреть опыт наших коллег зарубежных. И потом сделать свою школу, чтобы она звучала так, как... И не только это, мне кажется, это еще и сплотило нас. И вот, если честно, вот с кем я не общалась, и все вспоминают какие-то вот такие яркие моменты вот этих вот путешествий. Светлана, абсолютно согласна. Благодарю тебя за интересное интервью. Я надеюсь, мы продолжим разговор о профстандартах, потому что это дико интересно и нужно, и полезно. И будем учиться для того, чтобы минимизировать свои ошибки. Спасибо. Тебе спасибо. Эстетика в разрезе. С Ольгой Засиевой.